Музыка Всем доброго времени суток, с вами Мервин И сегодня у нас на обзоре списано охлащённые изделия модели ПМСХ Производства Вятского Полянского Завода Молотарус Обзор будет состоять из двух частей В первой части я вам расскажу непосредственно о ПМСХ, его деактивации Также немного постреляем Во второй части я буду сравнивать звук выстрела из списано охлащённого оружия и сигнального Также расскажу о эволюции ПМ, расскажу о своём образце Давайте с вами перейдём к обзору Пистолет Маккарова был разработан в 1947 году конструктором Николаем Фёдоровичем Маккаровым И в 1951 году пистолет был принят в вооружении Он является личным оружием советских вооружённых сил и правоохранительных органов Теперь перейдём к обзору списано охлащённого ПМ Оружие списано охлащённой модели ПМСХ Предназначено для использования в культурно-просветительных целях и учебной деятельности в исторических реконструкциях Итак, комплект поставки включает кейс, сам пистолет, магазин и паспорт В котором говорится о том, что данное изделие нельзя использовать в качестве оружия самообороны Нельзя им пугать кого-либо и прочее Кому интересно фотодокументы, могут посмотреть, пройдя по ссылке в описании к видео Данный пистолет был предоставлен в интернет-магазине penguingun.ru За что им спасибо Ссылка на магазин также в описании к видео Давайте проберёмся с вами вовнутрь пистолета и посмотрим, как же он деактивирован В ствол прессована втулка, которая закреплена тремя варенными штифтами Ствол приварен к раме изделия Патроник перерезан под калибр светозвукового патрона 10ТК В задней части затвора с обеих сторон варены штифты по одному На раме сделаны соответствующие выборки под них на направляющих Итак, некоторые люди задаются вопросом, а какая же длина светозвукового патрона калибра 10ТК? Длина 22 мм, то есть калибр 10х22 Также хочется обратить ваше внимание Данное изделие изготовлено из боевого пистолета путём деактивации И внесение в него каких-либо изменений влечёт за собой уголовную ответственность В руке пистолет лежит достаточно удобно, руку не грузит Длина его 161 мм, вес в снаряжённом состоянии 810 граммов, в разряжённом состоянии 730 граммов Длина столовая 93 мм, диаметр 9 мм, в канале столовая имеется 4 нареза Собственно, звук выстрела данного изделия не особо громкий Отдача небольшая Итак, давайте с вами немного постреляем Субтитры делал DimaTorzok Если вам понравилось данное изделие и вы хотите его приобрести Ссылка вот здесь и в описании к видео Итак, я считаю, что данный пистолет отлично подойдёт для любителей реалистично пострелять Для коллекционеров Так как модели существуют и 49-го года выпуска, и 53-го года выпуска И много-много других не менее интересных моделей Всем спасибо за просмотр данного видео Если оно вам понравилось, не поленитесь подписаться на канал Поставить лайк А вам я желаю удачи, хорошего оружия Много боеприпасов, качественного снаряжения Всем пока Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр!